здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала сегодня хотел бы рассказать о проблемах рено логан поскольку машина действительно топовые популярные и покупают все 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 особенно в беларуси и вот действительно людям интересно какие же проблемы и болячки есть это автомобиль и но сразу оговорюсь машина очень достойно и несмотря на то что я подметил достаточно много всяких нюансов и проблем машина от этого не менее достойно просто действительно у бюджетника есть очень много нюансов и о грехах это нормально поэтому если вы рассматривать такой автомобиль берите не раздумывая я просто отмечу то на что вам следовало бы обращать свое внимание итак поехали первая проблема в том что здесь базе нет и спи если большинство других автопроизводителей и среди бюджетников и среди более дорогих на марок даже среди отечественных автомобилей предлагает он есть уже в базе вся система там торможение системы устойчивости и система переворачивания так далее так далее здесь в базе этого не будет единственное что до версии сити это есть в базе если мы рассматриваем версию например с механикой то есть не сити увы там этого не будет опять же не будет базе и пассажирской подушки безопасности я считаю что достаточно большая проблема потому что безопасности уже подумали все кроме к сожалению рено даже если берем ладу весту там в базе у вас есть и систему устойчивости и две подушки а здесь нет поэтому я считаю что это вот такая первая главная проблема рено именно логан если мы говорим про рено сандера там есть пи можно дозаказать принципе база версии это опция и такие машины встречаются если мы говорим про логан к сожалению версии спи очень мало и вам придется скорее всего купить версию сити отсюда вытекает следующая проблема вариатор очень многие очень скептически относятся к вариаторам на рено например если мы говорим про рено аркану там совершенно другой вариатор он переработан о более надежный более ресурсный там до 40 процента сократили трение он меньше греется здесь еще старый вариатор который имеет свойство пинаться у ресурс которого где-то 150 200 тысяч и вы на нем не побуксуйте где-то по плохой дороге не прокатитесь то есть то самое главное что буксовать на нем нельзя а логан покупает том числе того что выбраться куда-то на дачу и например в такую погоду где вокруг грязь лужи ну без пробуксовки вряд ли вам получится что сделать то есть вот действительно есть с ним некоторые нюансы и я бы это выделил как вторая проблема третья проблема это недостаточно большой ресурс мотора h4 на этом автомобиле устанавливается несколько моторов и если мы говорим про мотор к 4 м это снова один из самых слабеньких агрегатов 16 он реально надежный ресурс его там более 500 тысяч вопросов к нему нет если уберете такой мотор с механикой естественно очень надежный автомобиль если мы говорим про мотор h4 это не сановский мотор который в принципе полностью алюминиевый реализовать его можно но это достаточно проблематично и не все за это берутся плюс гарантии вам особо на него не дают официальный дилер такую опцию если не ошибаюсь вообще не делает и вытекает нюанс в том что ресурс этого мотора порядка 250 300 тысяч километров это немало по современным меркам но недостаточно в сравнении с тем же мотором к 4 м или с мотором например до тех же корейцев да если мы берем там киари у хендо солярис их моторы живут 500 тысяч плюс здесь это 250 тысяч то есть ну маловато четвертая проблема я бы выделил некоторые нюансы с механической коробкой передач да как ни странно они все-таки есть и вот сочленение механической коробки и шруса она имеет достаточно слабый пыльник и как выяснилось там плескается масло из коробки есть у вас тут пыльник прорывается это масло из коробки может уйти и если например эти где-то по трассе вы услышите характерный свист и капец коробки у меня такое было слоганом и действительно вот дефектовка показала что именно из-за пыльника шруса это проблема собственно и произошла то есть масло ушло и получилась такая ситуация неприятная так что будьте внимательны если вы рассматриваете автомат аналог он ставит автомат это не вариатор есть именно автоматическая коробка ресурсы достаточно слабенький и коробка в принципе сжирает всю возможную динамику какой здесь принципе не очень много и увеличивает расход топлива то есть в целом автомат здесь выбираете это лучший вариатор реально здесь вот лучший вариатор тот случай от из немногих наверно когда вариатор действительно надежнее и в принципе по характеристику он будет вам гораздо приятнее следующая проблема это достаточно слабое волококрашественное покрытие если мы говорим про современные бюджетники то практически на всех бюджетниках она действительно очень слабая но здесь как бы проблем не обошла эта модель стороной но стоит отдать должное что сколы не гниют потому что машина оцинкованная оцинкован достаточно хорошо и 5-7 лет машина пройдет вообще без проблем единственное что да через всем где-то лет у вас начнут появляться рыжики какие-то вот ищи коррозии и действительно вы столкнулись каким-то проблемами именно по кузову следующая проблема подвеска относительно она конечно же надежно и если мы сравним с теми же там подвесками kia hyundai она будет ровно такой же но стоит сказать что стойки стабилизатора вас могут выйти из строя на пробегах уже 30 50 тысяч километров ступичные подшипники могут выйти из строя стойки могут выйти из строя вот у меня например была проблема с шаровой опоры передних рычагов тоже в принципе они расшатали за пробег там практически до 50 тысяч и вот такие вот нюансы у вас могут возникнуть тем более большинстве своем такие машины эксплуатируют где по плохим дорогам потому что у логана в этом классе самая мягкая подвеска и действительно можете есть по гравейке 50 60 без проблем у вас не будет кого-то дискомфорта подвеска здесь очень энергоемкая и практически никогда не пробивает подвеска на самом деле очень классно в принципе относительно современных мерок она надежная но я считаю что конечно влазить туда до 50 тысяч это немножко неприемлемо а скорее всего вам придется это делать но стоит отдать должность что это все недорого и меня есть элементарно в любом сервисе запчастей на эти автомобили валом они есть везде и стоит действительно копейки поэтому к серьезной проблеме я бы это не относил пойдем дальше проблема номер восемь она касается механической коробки и заключается в том что передачи из достаточно короткие то есть если мы рассматриваем движение по трассе то на 110 километров час на моторе 16 это там h4m если берем механическую коробку у вас будет уже 3000 оборотов а это негативно сказывается на расходе топлива опять же если вы увеличиваете скорость там соответственно вас расход еще увеличиваться причем нам чуть ли не геометрической прогрессии вот и если мы говорим про городской цикл то средний расход топлива на механике у вас будет до 9 там где-то 8 с половиной 9 литров если мы говорим про именно эксплуатации по трассе то в среднем вот у меня выходила 7 7 с половиной литров ну где-то допустим 7 то есть 7 литров трасса 8 допустим с половиной литров город если мы рассматриваем теорию хендо акценту на механике городе выходит до 8 литров и по трассе выходит 6 иногда даже 5 5 с половиной литров то есть действительно расходу конкурента будет немножечко меньше то есть ну где-то литр вот экономии вы получите следующий нюанс автомобиля касается вариаторной коробки если вы стоите под горочку и решили плавно тронуться вы отпускаете педаль тормоза вот не спеша именно и вот на момент когда уже как бы тормоз не держит машину она начинает откатываться назад вариатор машины не удерживает из машин действительно чуть откатывается отпускать тормоз до конца вариатор схватывает машина уже начинает двигаться вперед есть такой интересный нюанс Ну, скорее всего, просто электроника построена в этом автомобиле Но не нужно этого бояться, то есть это не проблема, это просто особенность эксплуатации этого вариатора Десятого проблемы своего списка я бы хотел посвятить вино Сандера А именно устойчивости этого автомобиля на трассе Я достаточно много проехал на этом автомобиле и по трассе много проехал И вот заметил такую особенность, что если у вас появляется какой-то боковой ветер Не дай бог он сильный, то машина действительно начинает колбасить Причем даже если она нагружена, все равно вы ощущаете пошатывание, приходится машину ловить И если вы вдруг ходите в поворот, например, на скользкой поверхности То действительно машина склонна к заносу И вы можете действительно очень хорошо влететь То есть была проблема, на первых автомобилях особенно это было явно заметно И об этом даже сообщали в СМИ То, что машина из-за своей короткой базы и вот такого корпуса, а-ля хомячок Она неустойчива на дороге и действительно подвержена сноса именно вот задней оси Но вроде как эту проблему улучшили, что-то доработали Но тем не менее все равно машина подвержена сносам То есть на большой скорости повороты какие-то резкие ходить вообще на ней крайне нельзя Если у вас есть ESP, конечно же проблема немножко уменьшается То есть ESP поможет выровнять автомобиль, но не всегда Понимаете, что законы физики ESP не отменят И если уже вас начнешь сносить, то вряд ли, конечно, ESP вас спасет Поэтому просто будьте аккуратны и не гоняйте на этом автомобиле На Логане комфортная скорость до 130 км в час Дальше Логан уже начинает побалтывать, ну и не так комфортно не ехать по трассе На Сандеро вот 110, ну больше мне не хотелось с ним разгоняться Потому что машина легкая и действительно ее начинало побалтывать Пойдем дальше Одиннадцатая проблема, я хотел бы выделить то, что лист А4 не входит по ширине в бардачок И то, что нет подсветки бардачка Такая вот маленькая опция, но действительно очень приятная Она есть у всех конкурентов, а здесь почему-то они об этом не подумали Но опять же, конечно, стоит учесть то, что ценник автомобиля ниже, чем у всех конкурентов Включая Lada Vesta в том числе Но вы, то есть лист А4 по ширине вы не положите, но вы его положите по длине И это, в принципе, можно уже к такому плюсу отнести Но, тем не менее, одиннадцатый пункт Двенадцатая проблема, я хотел бы выделить глюки магнитола, вот именно вот этой системы Они встречаются тогда, когда у вас, причем формат mp3, например, трека какой-то на флешке Но какой-то вот он неправильный, что-то для этой магнитолы И она иногда выдает ошибку Причем эту ошибку вы можете решить, ну, только переходом, например, в какой-то другой режим То есть, если у вас эта магнитола с флешки считала ошибку, она больше эту флешку не запустит То есть, придется вам эту флешку вставлять в телефон, чистить, там, как-то переформатировать, что-то с ней делать И только после этого она начнет с этой флешкой вообще функционировать Есть такая проблема Также, если, например, здесь какая-нибудь картиночка у вас на флешке затерялась, музыка или еще что-то Эта магнитола может ее увидеть, попытаться открыть и опять упасть в ошибку И это действительно большая проблема, если она просто начинает перезагружаться, перезагружаться, перезагружаться И вот пока вы что-то с флешкой не сделаете У меня была такая проблема, когда я выехал, например, в дальнюю дорогу Подготовил флешку, вставил, магнитола ушла в ошибку И пока я не доехал до компьютера, то есть на всю дорогу я ехал без моей любимой музыки И вот это действительно проблема вот именно такой мультимедийной системы Еще, кстати, касаемо этой магнитолы Что хотелось бы отметить То, что, во-первых, качество звука здесь откровенно среднее Даже я бы сказал ближе к отвратительному То есть, ну, какое-то радио послушать можно Но как меломану мне не очень нравилась здесь музыка Например, в том же Renault Duster она гораздо качественнее И она не со всеми телефонами хорошо дружит Например, с моим Samsung S9 я до сих пор не могу подружить магнитолу Уже практически год, да, в феврале будет год Вот, и как бы я жалуюсь дилеру Они говорят, что скоро-скоро вот выйдет обновление Обновление выходит, хэмфри не работает Вот действительно есть такой нюанс И с айфонами говорят, там вообще беда В принципе магнитола не дружит Поэтому будьте вот внимательны И, может быть, на тест-драйве попробуйте подключить именно свой телефон То есть, чтобы она заработала И, если что, просто там выберите другую мультимедиа Двенадцатая проблема касается бортового компьютера этого автомобиля В принципе, выглядит он достаточно неплохо Кстати, здесь он, на удивление, черный О, кстати, обратите внимание на стрелку скорости Мы стоим на месте, да И что она делает С машиной не двигается, а стрелка скорости дергается Удивительный аспект Здесь максимально нерационально Вообще расположены функции То есть, у вас компьютер показывает В данном случае четыре всего функции А именно То есть, у него есть показания Топлива в баке Температура То есть, кстати, например В дорестайлинговых автомобилях У вас нет показания температуры топлива В принципе Здесь она хотя бы уже присутствует С рестайлинга этого автомобиля Вот, собственно, передача, которая здесь есть И одна из принципиализных функций Что здесь может быть? Пробег, пробег Литраж Средний расход Моментальный расход Там бла-бла-бла И Одна всего функция может быть задействована Хотя, как бы, место на этом компьютере Позволяя впихнуть туда две или три даже функции Можно было, например, сюда температуру вывести Сюда общий пробег автомобиля Почему этого не сделали? Поэтому я бы это выделил Тринадцатой проблемой этого автомобиля Четырнадцатой проблемой Я бы хотел выделить то, что В этом автомобиле действительно Очень маленькие зеркала И они не имеют каких-то свирических частей И поэтому у вас есть слепая зона Достаточно большая И действительно может быть проблема То есть вы можете что-то не увидеть Где-то на трассе, на МКАДе Особенно, когда автомобили близкие скорости Вот, может быть, это проблема Поэтому обращайте на это внимание Следующая проблема Я бы хотел выделить нюанс работы Механической коробки передач Даже скорее не проблема, а именно нюанс В чем он заключается? На скорости около 100 км в час Коробка свистит Прям раздается такой вот свист Причем он проходит на 110 и на 90 его еще нет А вот именно около 100 км в час Буквально плюс-минус 5 км в час Не знаю, с чем это связано Ну, просто особенность работы коробки Каких-то проблем это не предвещает То есть если у вас коробка свистит там только вот на этой скорости Все хорошо Если она просто начала свистеть Тогда да, может быть там масла уже отсутствует И вы скоро приедете на коробку Шестнадцатая проблема Это отсутствие регулировки руля по вылету То есть Есть регулировка по наклону Но по вылету, к сожалению, нет И не каждый найдет себе здесь удобное положение за рулем Следующая проблема Это проблема с сидениями Это даже скорее нюанс Не то, что прям глобальная проблема С этим можно жить Например, как здесь владелец просто взял и запихал сидения в чехлы Но, тем не менее, в базе у вас с этим возникнет нюанс С тем, что обивка тканевая этих сидений Она очень легко пачкается и очень тяжело оттирается Если мы говорим про кушзамовую обивку, которой здесь нет Которая, например, там же Duster Там она действительно оттирается легко Это буквально тряпочкой протер и все Те же самые чехлы Буквально взял мокрую тряпочку и смахнул Здесь нет какой-нибудь шоколад, например Он у вас останется, скорее всего, до первой химчистки Или до продажи автомобиля Плюс боковые поддержки Они здесь есть Они настолько мягкие, что они вас, в принципе, в сидении не удержат И вот у меня такое ощущение, что я проваливаюсь как-то сбоку Вот я сажусь здесь И у меня такое ощущение, что влево я все-таки немножко заваливаюсь То есть ты большой Ну да, я просто большой Но, тем не менее С таким нюансом вы можете столкнуться Но стоит отмечить, что сидение очень удобное Вот лично мне, например, я на большие расстояния ездил на своей Сандеро И на первом Логоне я ездил И очень удобно Прям очень У меня ни спина не уставала, ни шеи, ни ноги Ничего не затекало Было действительно очень комфортно вот именно в этих сидениях Они как-то так настроены прямо вот под мою комплекцию Собственно, поэтому я, наверное, все рено и скупаю подряд Но кто-то выделил для себя то, что здесь не так удобно будет находиться Восемнадцатой проблеме Я уже какой-то список набрался Я бы выделил то, что если вы захотите получить четыре подушки безопасности То есть две передние и две боковые Ну, собственно, в кресло, которое устроено Вам придется выбирать только топовую комплектацию Не в качестве опции, не в каких-либо других комплектациях К сожалению, боковых подушек у вас не будет И это немножко странно, потому что многие люди, мне кажется, задумаются о своей безопасности И те же Kia, те же Hyundai предлагают подушки в качестве опций А здесь нет, здесь он только топовая комплектация Но стоит отметить, что здесь топовая комплектация стоит не так дорого Например, как Kia даже в базовой комплектации Но, тем не менее Вот такой вот нюансик в этом автомобиле есть именно с точки зрения маркетинга Давайте посмотрим все-таки, что у нас сзади происходит Девятнадцатая проблема будет касаться только Renault Sandero И касается она заднего ряда Если здесь вы видите, что у меня колени влезли То есть я сел за собой, причем спереди я себя вместе не ограничивал Я сел свободно, откинулся и за собой я влез То в Renault Sandero такой привилегий у меня не будет Потому что база у Renault Sandero на 4 см короче И эти 4 см очень хорошо ощущаются в салоне То есть действительно места там на 4 см будет здесь меньше Ну, может не прямо на 4, но ощутимо То есть в Renault Sandero я сам за собой уже не влажу Рост ему 1,82 м Что я считаю, ну, не так много И это было обидно Действительно было очень обидно То есть каких-то детей вы сможете посадить за собой, да, в Renault Sandero Но не более Самому вам будет неудобно, так сказать Если у вас рост больше 1,80 м Что стоит отметить, что задний ряд достаточно большой, широкий И в принципе места здесь достаточно И еще раз мы уже заговорили про сиденья То чехлы, вот конкретно сиденья подобрать очень трудно То есть либо заказывать оригинальные, реношные Либо вот они у вас будут висеть вот так Потому что здесь все не по размеру Здесь не по размеру подушки, не по размеру подголовники То есть, ну, нестандартный немножко размер салона у Renault Logan И действительно, вот вы можете столкнуться с следующей проблемой Если вы захотите, конечно, обтянуть чехлами Проблема номер 20 Она касается багажников Что у Logan, что у Sandero Хотя проблемы там, конечно же, немножко разные Ну, давайте начнем с Logan Во-первых, вот я хочу открыть багажник Ни на ключе, ни где-то из салона кнопочки У меня не будет для того, чтобы его открыть Единственный вариант это нажать на вот эту кнопку Я на нее нажимаю И ничего не происходит То есть мне нужно за что-то его подцепить Подцепить мне его банально не за что Потому что ни здесь выемки нет Ни в бампере выемки нет В Renault Sandero есть выемка в бампере Ну, подсовывайте руку и цепляйтесь Здесь этого нет То есть вам придется как-то либо пачкаться Потому что, ну, мне сюда палец сходу протиснуть тяжело И это, я считаю, проблемным Вот вторая проблема этого багажника То, что пружины изначально настроены очень жестко И багажник прям подпрыгивает Хорошо, что он открывается до конца Класс Но лучше бы он открывался, извините, вот хотя бы до сюда, например Если нужно, я бы его довел как бы сам А здесь пружин настроен так, что он прям выпрыгивает И это отрицательно, в принципе, на стойках сказывается Мне кажется, что рано или поздно разболтается Начнет, в принципе, дребезжать Хотя, может быть и нет Будем надеяться, что все будет хорошо Здесь, в плане объема как раз претензий к нему нет Потому что объема хватает Объема много, проем у него широкий Проем, кстати, вот порядка 47-48 сантиметров То есть коляска у вас сюда спокойно войдет И место для нее будет Единственный нюанс, что, конечно, вот эти стоящие при закрывании Они часть объема у вас едят Могут что-то придавить, что-то покоцать Если там велосипед вы положите Да, может его немножко пошкрябать Но, как бы, с этим можно жить Если просто на это обращать внимание И, как бы, брать в расчет То, что у вас вот эти вот дуги багажника уйдут внутрь Что касается Рено Сандера Там багажник, он очень маленький по объему И даже то, что это хэтчбэк То есть то, что можно, в принципе, разводить сидение заднее Увеличить его объем Не сильно спасает Потому что, если, например, у вас есть дети Заднее сидение вы сильно не сложите И коляска, вот так вот сходу Если не снимать колеса, она не влазит в этот багажник И это действительно большая проблема Ну, вот именно, в принципе, поэтому я Рено Сандера и продал Потому что у меня появились дети Мне стало уже необходимо класть коляску в багажник И я не могу этого делать Вот, здесь у вас такой проблемы не будет Проблема номер 21 Это отсутствие резинового уплотнителя под капотом В принципе, вроде бы как мелочь Но мотор начинает закидывать грязь Здесь-то хорошо видно, что у машины еще пробег небольшой Всего там больше 10 тысяч, ненамного Но уже мотор в пятнах То есть, если вы попадаете под дождь У вас-то все летит, конечно же, сюда И немножко заливает вам мотор Но, в принципе, когда в мотор попадает влага Это не очень хорошо И у большинства производителей есть резиновый уплотнитель А здесь они немножечко на нем сэкономили Решается проблема элементарная установка уплотнителя от Газели, от Урала Чего угодно Стоит порядка 5 долларов И каких-то проблем с этим нет Но от завода, к сожалению, такой вот нюанс есть И заключение проблемы номер 22 Касается она двух датчиков Датчик уровня топлива и термостата В этом автомобиле вот эти вот два датчика имеют свойство умирать И чем это чревато? Если у вас умрет термостат Мотор не поймет, какая реальная температура у двигателя Когда нужно включать вентилятор или не нужно И двигатель может перегреться Перегретый двигатель, сами понимаете, ничего хорошего вам не сулит Если у вас умрет датчик уровня топлива Ну, опять же, вы просто можете где-то встать на трассе без топлива и все Это, опять же, не очень хорошо И случаи такие, ну, встречаются Во всяком случае Кстати, если заправляться некачественным топливом Машина может это тоже воспринять очень негативно И начнет там плавать обороты Она как непонятно начнет себя вести Поэтому, в принципе, мотору не очень хорошо Мотор достаточно технологичный Достаточно современный И он требует хорошего топлива Хорошего обслуживания Поэтому, если вы хотите, чтобы вас автомобиль проехал больше 250 тысяч Обслуживайте его нормально Просто следите за тем топливом, который вы заливаете Обслуживайте его там где-то почаще Где-то там раз в 10 тысяч, а не раз в 15 И будет вам счастье Так Какой хотелось бы подвести итог Проблема автомобиля действительно масса Но каких-то глобальных проблем реально немного Кто-то скажет, что у него астетичный салон Ему это не нравится Да, там качество пластика То, что погремушка в целом Кто-то вот скажет, что ему не нравятся Вот эти вот красные точки на панели приборов Тут, например, как я Но в целом с этим можно жить Да, я выделил некоторые проблемы Которые, ну, незначительные Скорее, нюансы автомобиля Но я на них обращал внимание И они меня напрягали при эксплуатации этого автомобиля Но это не значит, что я не куплю себе такой автомобиль И это не значит, что вам не нужно ее покупать Это то, вот на что я бы обратил внимание И просто подумал Готов я с этим мириться или не готов Могу я это исправить или не могу И просто сделать какой-то вывод Вот, готов ли жить вот с таким автомобилем Или мне все-таки стоит рассмотреть Какую-нибудь Теорио, Hyundai Solaris Возможно, даже какую-нибудь там Ладу Весту Ну, есть такие люди Которым этот автомобиль даже понравится Но в целом, реально, машина очень достойная Очень интересная И прям глобальных проблем Ну, единицы С большинством из них можно жить И кто-то скажет Это вообще фигня Это не проблемы, а мелочи Да, действительно, это так Но я хочу, чтобы просто тот, кто выбирает такой автомобиль Обратил на это свое внимание И просто о них знал Поэтому подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии И жду от вас комментарии Какой автомобиль вам был бы интересен Именно вот в таком третине То есть проблемы какого-то автомобиля Что мне рассмотреть Что мне изучить Что вам будет интересно Спасибо, что смотрели Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok